Здравствуйте, мои хорошие! Здравствуйте! Приготовьтесь воспринимать все самые полезные советы. Тарас Шпира, когда идёт в магазин за новой кастрюлей, обязательно берёт с собой магнит. Наш эксперт утверждает, что благодаря этому вы сохраните не только свои деньги, но и собственное здоровье. Как выбрать качественную кастрюлю? Разберёмся прямо сейчас. Здравствуй, Тарас! Привет! Вот тебе твой любимый магнит для приобретения кастрюль. Ты меня удивил в очередной раз. Только кастрюлю, а только в магазине видела. Надя, я сегодня повелитель кастрюль. Со всеми хочется разобраться и хочется сегодня сделать правильные выводы для того, чтобы кастрюля, которая стоит достаточно больших денег, прослужила вам максимально долго. А также еда, приготовленная в некачественной кастрюле, может нанести вред вашему здоровью. Поэтому я собрал семь самых распространённых видов кастрюль, которыми пользуются в быту наши хозяйки. Чтобы рассказать об особенностях выбора и эксплуатации этой посуды, я проведу эксперименты. Покажу, как выглядят безопасные и опасные качественные и некачественные кастрюли. Ведь если бы мы умели выбирать качественную продукцию и правильно пользоваться кастрюлями, то не приходилось бы так часто тратить деньги на эту посуду. Но даже если вы не собираетесь сейчас приобретать кастрюлю, вы узнаете много секретов о тех, которые уже есть у вас дома. Но сначала я открою маленькие хитрости. Как купить удобную кастрюлю, которая ещё и сэкономит ваши расходы на электроэнергию или газ? А такое тоже может быть? Наверное, такие кастрюли жутко дорогие. Это просто правильные кастрюли, которые изготовлены по стандарту. Как их выбрать, я покажу на нержавеющей, алюминиевой и эмалированной кастрюле. Не секрет, что ровное дно гораздо быстрее прогревается. А вот деформированное или выпуклое дно имеет меньшую площадь соприкосновения с источником нагревания. Поэтому кастрюля с выпуклым дном будет гораздо дольше нагреваться. И вы, соответственно, потеряете и больше времени, и больше денег. В данном случае достаточно на ровной поверхности. Раз мы заявили уже кастрюлю из нержавеющей стали, к ней мы и подойдём. Мы с тобой будем сейчас проводить процедуру, которую ты можешь повторять за мной. С удовольствием. Да, смотри. Что мы сейчас делаем? Убираем крышечку, ставим кастрюлю на ровную поверхность. Ставим. И потом нужно её пошатать. Если дно ровное, шататься ваша кастрюля не будет. Мою кастрюлю, получается, покупать невыгодно. А твоя кастрюля имеет хорошее дно. Она экономит электроэнергию и газ. В ней еда не будет пригорать, потому что она будет нагреваться равномерно. И ты понимаешь, что этот метод подходит для всех типов кастрюли. Это обозначает, что твоя кастрюля имеет ровное дно. Её уже, хотя бы по этому показателю, можно рекомендовать. Это же моя кастрюля? Ну, договоримся, Надя. Следующий общий критерий выбора кастрюли – это плотность прилегания крышки. Я предлагаю подойти к алюминиевым кастрюлям. Пойдём, Надя. В другой конец нашего отдела кастрюль. О, алюминиевые кастрюльки воспринимаются уже некоторыми, знаешь, как уходящее что-то. Прошлый век. Это таки есть. Мы детально разберёмся, таки, стоят они нашего внимания или нет. Но сейчас нас интересует другой вопрос. Это насколько плотно прилегает крышка, Надя. Какое это значение имеет, кроме тарахтения? Ну как? Гораздо быстрее, опять же, готовятся продукты, если крышка прилегает плотно. Мы не смотрим на зазоры. Они допустимы. Но крышка не должна произвольно слетать к кастрюле. Бери кастрюлю, Надя. Мы её сначала держим ровно, потом начинаем наклонять. Да, прямо в магазине можете это сделать. Только огромная просьба. Если вы это делаете с крышкой стеклянной, придерживайте её, пожалуйста, пальцами. Потому что придётся купить и крышку, и кастрюлю. А такой затарахтеть на весь магазин тоже мало не покажется. Смотри, я уже... Итак, Надя, под углом 45 градусов. Я уже на 90 градусов наклонила. Значит, у тебя с прилеганием к крышке всё хорошо. Какой ты милый, Тарас. Ты всё время подсовываешь мне хорошие и качественные кастрюли. Наденька. Вот у меня она слетает. Ну, к слову сказать, кастрюля редко, когда оказывается на плите под углом 45 градусов. Наденька, ну всякое бывает. Я обычно вообще не ставлю так кастрюли на плиту. Но бывает такое, что ты несёшь кастрюлю, засмотрелся в сторону. И если крышка нормально прилегает, и ты руку немножко повернул... Это правило безопасности. Это правило безопасности плюс быстроты приготовления. Назя, это правило также подходит для всех кастрюлей. Отлично. Так, продолжим. Важно также обратить внимание, нет ли каких-либо царапин, подёртостей и сколов на поверхности кастрюли. Вот эмалированные кастрюли. Одна в хорошем состоянии, мы не видим никаких явных повреждений. А вторая кастрюля, вот обрати внимание, у неё есть всякие потёртости, есть сколов. А вот, тут вообще вот видно, что эмали нет, прям целый кусок облетел. Да, вот получается эмаль оббивается. И еда в таких кастрюлях, где уже эмаль сбита, где она повреждена, она будет пригорать. Это 100%. На самом деле, позже я расскажу, какие опасности могут таить себе вот эти вот, на первый взгляд, безобидные дефекты. Смотрите внимательно, чтобы на кастрюле не было никаких деформаций. Вот алюминиевые кастрюли, они достаточно мягкие. Алюминий сам по себе материал мягкий. Есть возможность, перенося кастрюлю, зацепить её об угол кухни и уже её деформировать. Мы видим царапины. Есть вот такая вот вмятина. Да, алюминиевую кастрюлю можно повредить даже, когда моешь её, просто металлической щёточкой. Мы о ней отдельно поговорим. Алюминию быть или не быть в нашем доме. Так, хотелось бы поговорить ещё о ручках. Вот тут два варианта. Они приварены поверхности, но если вдруг ручка отломается, приварить её назад достаточно сложно. Если ручки деревянные, то без сучков, без задоринок, без трещинок и всевозможных повреждений, а тем более гнили. На них должно быть лаковое покрытие, либо парафиновое, для того, чтобы рукам было приятно и удобно. Если ручки металлические, то плотно приварены или прикручены болточками. Плохо, если ручки шатаются. Да, конечно, это страшно. На самом деле, я редко покупаю кастрюли с пластмассовыми ручками, потому что в духовку их не поставишь. А если вы готовите на газовой плите, при соприкосновении с огнём они вообще могут поплавиться. Было, было. Надя, эти правила, которые мы озвучили с тобой сейчас, касаются абсолютно всех кастрюль. Наденька, открою маленький секрет, что на каждой тумбе каждый вид кастрюль представлен хорошим образцом и образцом некачественным. Ну, чтобы почувствовать разницу. Кроме того, признаки качественных и некачественных кастрюль мы сегодня также будем озвучивать, касаемо каждого вида посуды здесь представленного. Они скрыты у нас на тумбах, и мы в процессе общения будем их открывать, и тем самым будем открывать те секреты, о которых сегодня хотелось бы поговорить. А ещё важная деталь. Все кастрюли, представленные здесь, одинакового литража. Три литра. Отлично. Начнём с алюминиевых. Итак, внимание, качественная алюминиевая кастрюля должна быть как можно толще. Дно от трёх миллиметров, стенки от полутора миллиметров. Толщину можно оценить визуально, можно на ощупь и с помощью, к примеру, линейки или штангенциркуля. А вот и он. Мы можем приступить. Итак, внимание, штангенциркуль. Мы видим здесь один миллиметр толщина. Этого недостаточно для алюминиевой кастрюли. Берём следующую кастрюлю и, да, мы замеряем вот этот вот бортик. Он соответствует толщине всей стенки. Толщина стенок данной кастрюли составляет 2 миллиметра. И у нас впереди ещё один захватывающий эксперимент. Мы попробуем измерить толщину дна кастрюли. Это не так сложно, как кажется. Это мы сделаем с помощью двух линеек. Одну линейку мы ставим внутрь кастрюли. И сверху, для того, чтобы точно отмерить показатель на линейке, кладём перпендикулярно вторую линейку. Отлично. И смотрим на показатели. У нас получается 12 сантиметров и 1 миллиметр. Далее. Мы ставим эту же линейку рядом и смотрим на показатель. 12 сантиметров и 4 миллиметра. 3 миллиметра. 3 миллиметра разница. Надя, в хорошей кастрюле алюминиевой дно должно быть 3 миллиметра, что нам было и необходимо доказать. Давай проверим с этой кастрюлей. Здесь у нас имеется 10 сантиметров 9 миллиметров. И мы проводим процедуру, которую делали ранее. 11 сантиметров у нас получается и 1 миллиметр. 2 миллиметра. А вот 2 миллиметра в данном случае недостаточно. Давайте откроем признаки некачественной алюминиевой кастрюли. Ещё одно правило. Если вы собрались приобрести алюминиевую кастрюлю, смотрите на её ручки. Это очень важно. Я общался с опытными поварами. Они утверждают, что приваренные ручки очень часто отваливаются. По их мнению, крепление болтами является более надёжным и качественным. К тому же, починить гораздо его проще, чем приварить. Смотри, Наденька, просто приложить немножко усилия. И, в принципе, алюминиевая ручка остаётся в руках. Сварили борщ. Это ужас. Итак, мы здесь клеим значок, который свидетельствует о том, что кастрюля некачественная. Мы ставим на ней крест, да, галочку, обозначающую, что кастрюля великолепная. Если уж выбирать из алюминиевой лучшую, да, и алюминиевой, то эта кастрюля гораздо лучше. И стоит обратить внимание на то, что ручки здесь гораздо надёжнее. Так их не сломаешь, а прикреплены они на болты. А что можно сказать о качестве и безопасности материала, из которого эти кастрюли изготовлены? Алюминий. Об этом, по-моему, очень много спорят. На самом деле, алюминиевые кастрюли есть у большинства хозяйок. Их никто не запрещал. Но они небезопасны для нашего здоровья. Давай посмотрим, что говорит по этому поводу реаниматолог. Максим Перебиніс, лекарь высшей категории, заведующий отделением анестезии и интенсивной терапии одния из столичных клиник. В своей практике он неодноразово ликовал пациентов с тяжкими интоксикациями. В том числе и с отруянным солями тяжких металлов, которое приводит к функциональной недостатности внутренних органов. Квори с таким диагнозом попадают в критичном состоянии до отделения интенсивной терапии. А причиной этого может стать накопичение соли алюминия в организме. И сегодня Максим Перебиніс пояснит, почему небезопасно использовать алюминиевые кастрюли. Можно столкнуться с проблемами, которые связаны с накоплением алюминиевых солей в организме. Это поражение нервной системы в первую очередь. Особенно это касается детей. Замечено, что у пациентов с болезнью Альцгеймера отмечено накопление соли алюминия в структурах головного мозга. В алюминиевых кастрюлях, в частности, и во всей алюминиевой посуде на поверхности формируется специально оксидная защитная пленка, которая не позволяет реагировать металлическому алюминию с продуктами, приготовляемыми в этой посуде. За счет этого и алюминиевая посуда является, в принципе, относительно безопасной. Но при этом при всем, если мы производим помешивание металлической ложкой какой-либо, или же мы готовим кислую пищу, то эта оксидная пленочка может повреждаться. Формируется соль и алюминаты, которые потом попадают в пищу и в организм. Количество алюминиевых солей, которые поступают при одноразовом употреблении пищи, минимальное, в то время как токсическая доза алюминия является порядка 50 миллиграмм. Нельзя не отметить нехорошее влияние как на опорно-двигательный аппарат, на печень, почки. Опять же, обращу внимание, при длительном применении. Получается, что готовить в алюминиевой кастрюле кашу можно, а перемешивать нельзя. Нельзя. И подсаливать ее не стоит, добавлять любые кислоты, потому что это все вступает в реакцию с алюминием, и в итоге мы это едим. Хозяйки ценят эту кастрюлю за ее легкость. И за то, что в ней не пригорает молоко. Правда, горячее молоко сразу же необходимо перелить в чистую, простерилизованную стеклянную или керамическую емкость. Алюминиевую кастрюлю нельзя мыть при помощи грубых чистящих средств, металлических губок, мочалок, ершиков, потому что повреждается защитный слой. Теперь мы знаем, насколько это небезопасно. Следующий вид кастрюль эмалированные, не менее популярные, надеюсь, что более безопасные. Надя, считается, что вот это как раз одна из самых безопасных кастрюлей. Ведь слой эмали защищает еду от проникновения целей тяжелых металлов. Металлов, из которых изготовлена сама кастрюля. Но это только до того момента, пока вы ее не поцарапаете, не побьете или сотрете эмаль. Давай посмотрим по этому поводу комментарии специалистов. При использовании посуды с отколотой эмалью существует достаточно серьезная опасность того, что при контакте пищи со сколом часть тяжелых металлов, которые там содержатся, включая там свинец, кадмий, может попадать в пищу. Эти количества минимальны, но при постоянном ежедневном применении может развиваться кумулятивное действие токсическое, что вызывает повреждения почек, печени и костного мозга. Одним из поражающих факторов является кадмий. При длительном приеме потихонечку накапливается и оседает в организме. Его негативное действие связано с тем, что он замещает в структурах и в обмене веществ кальций, что нарушает функционирование как скелетной мускулатуры, так и нервной системы. Ну и, естественно, соли свинца являются токсичными, которые вызывают серьезную нефропатию, поражение почек с развитием тяжелой почечной недостаточности. Это просто катастрофа. Из-за какого-то небольшого скола мы можем подвергнуть опасности жизни и здоровье всей семьи. Поэтому, Надя, выбирая такую кастрюлю, нужно обязательно обратить внимание на эмалированное покрытие. Насколько оно толстое и прочное. Существует два вида нанесения эмали. Это окунание в эмаль и напыление. В Европе чаще используют напыление. Но, честно вам скажу, что оно непрактично, потому что достаточно быстро стирается. А вот эмаль, в которую окунали кастрюлю, прослужит гораздо дольше, если вы будете ее беречь. А можно как-то отличить тип нанесения? Эта информация не скрывается. И при покупке в инструкции вы сможете узнать о способе нанесения эмали. Но если у вас не сохранилась упаковка, вы можете присмотреться к эмали. Если на внешних стенках кастрюли есть такие мушечки темненькие, это значит, что ее окунали в эмаль. Кастрюля фиксируется между двумя, а тут тремя и четырьмя крепежами. То есть держится и окунается в эмаль. Вот имеется у нас точка такая, которая свидетельствует о том, что здесь было крепление, и кастрюля окуналась в эмаль. Это хорошо. Это значит, что слой эмали будет гораздо толще и держаться он будет более длительный период. Давай с тобой зафиксируем признаки некачественной эмалированной кастрюли здесь вот на нашей тумбе. Если слой эмали тонкий, покрытие будет иметь просветы, которые будут видны невооруженным глазом. То есть эмаль быстрее повредится во время использования кастрюли, и через место отколов и потертостей могут начать выделяться соли тяжелых металлов. Мы с тобой проведем тест, который делают на предприятиях, проверяя качество эмали. Если эмалированная посуда не прошла это испытание, ее извлекают из продажи. Все достаточно просто. Тебе достается вот эта кастрюля, а это будет моя. Есть перчатки, одевай их, пожалуйста. Также перчатками вооружаюсь и я. Итак, Надя, берем маркер, чтобы было хорошо видно. Я обозначаю место, где я буду наносить, и ты также рисуешь вот на крышке. Можно наносить? Да, конечно. Вот здесь будет проводить эксперименты Надя. Далее я выдаю тебе гигиеническую палочку. Тебе. И мне такая же. Спирт этиловый. Макаем. И наносим на поверхность. Есть такое дело. А теперь берем уксусную кислоту. Держи тебе палочку. Уксус или какую-то специальную? Уксус. Традиционный уксус. Только, может быть, концентрация немножко выше. Макаем и наносим там же, где мы предварительно обработали этиловым спиртом. Уксус на спирт? Уксус на спирт. Теперь нужно подождать приблизительно минуту. Слушай, вот я смотрю сейчас на эмалированные кастрюли и понимаю, что они самые красивые обычно в магазине. Такие разные расцветки. Вот здесь смотри, какое чудесное ромашковое поле. Кстати, о цвете внешнего покрытия эмали. Цвет тоже имеет значение. Я вычитал, что в кастрюле с черным эмалированным дном вода закипает быстрее, чем с белым внешним покрытием. Это потому, что белый цвет эмали отбивает тепло. Поэтому этой кастрюле понадобилось больше времени. Я решил провести этот эксперимент. И знаешь, был немножко разочарован. Потому что разница в закипании при одинаковом огне была всего одна минута. То есть быстрее, но всего на одну минуту. Так, наша минута из стекла. Я предлагаю вытирать этиловым спиртом поверхность и посмотрим, что из этого получилось. Да, Тарас, я могу порадоваться за кастрюлю, которую ты предоставил мне для эксперимента. Блестящая поверхность осталась совершенно нетронутой, хотя и спирт, и уксусная кислота были на поверхности. Это говорит о том, что она покрыта качественной эмалью, которая не пропускает токсических веществ в еду. Давай посмотрим, какой эффект у меня. Вызывай, вызывай, Джина, Тарас. Так. И мы видим, что поверхность эмалированной кастрюли стала матовой. Это свидетельствует о том, что эмаль некачественная. Это что? И данная кастрюля не прошла главную проверку на прочность эмали. Надь, ну открою тебе секрет. Внешне кастрюля может быть любого цвета, но внутри только определенных цветов. Эмаль красного, желтого и коричневого цвета внутри кастрюли говорит о том, что производитель сэкономил на безопасных материалах, используя эмаль, пригодную только для внешнего покрытия, так как она состоит из марганца, соли кадмия, о вреде которого мы сегодня уже с тобой говорили. Коричневый и желтый цвет дает железо, а красный, медь и марганец, они приводят к образованию свободных радикалов в организме, что вредит нашему здоровью. Да, и ускоряет старение. А вот это, по-моему, очень даже страшно. Безопасные цвета внутренней эмали – это черный, белый, кремовый, серо-голубой и синий. Все остальные цвета свидетельствуют о том, что производитель использовал недолжные компоненты для внутреннего обрамления эмали. Давай посмотрим вот в качественной кастрюле, что у нас делается. У нас здесь красивая белая эмаль. В такой кастрюле можно готовить еду, не опасаясь за свое здоровье. Она не выделяет токсических веществ. Эта кастрюля у нас не прошла испытания. И здесь галочка, которая свидетельствует о том, что кастрюля должного качества. Надя, смотри, я приготовил еще один фокус-эксперимент, благодаря которому мы сможем оценить с тобой дополнительное действие определенных элементов кастрюли. У тебя и у меня эмалированная кастрюля. Они абсолютно одинаковые по объему полтора литра. Смотри, у тебя имеется специальная металлическая кромка, которая как бы приподнимает стенки кастрюли. Она предназначена для того, чтобы молоко не сбежало. Вот мы будем его держать металлической кромкой. Работает это или нет, мы проверим с тобой прямо сейчас. Наливаем молоко. Одинаковое количество молока по литру здесь у нас есть. Одинаковые конфорки ставим на одинаковую температуру, на максимум. Да. Все? Процесс пошел. Нам остается только подождать и подвести итоги эксперимента. А у вас молоко убежало? Реально убежало. Надо же, вот точно как дома получается. И это тоже сбегает! Выключай плиту. Ну да ладно. Если мы будем так с тобой кашу варить, все соседи прибегут. Получается, что вот эта вот специальная душка, которая предназначена как раз для того, чтобы молоко не убегало, нам никак не помогла. Делаем вывод, что подобное металлическое приспособление на кастрюле не помогает вашему молоку не убегать меньше, чем без него. Не могу не вспомнить полезный совет, который Тарас когда-то дал по поводу молока, способного убежать. Нужно смазать внутренние стенки кастрюли чуть выше, чем уровень молока, сливочным или растительным маслом. И вот эта вот скользкая полосочка не даст молоку подняться выше этого уровня. Проверено на кухне. Это работает определенное время. Все-таки за молоком нужно следить. Переходим к кастрюлям из чугуна. Пойдем, Надя. Чугунная кастрюля является одной из самых долговечных. Она прослужит вам, друзья, больше 10 лет. Главная отличительная особенность чугунной кастрюли в том, что она очень тяжелая. Поэтому если кастрюля тяжелее, значит она более чугунная. Это один из моментов, о котором стоит заметить. А можно так проверять? Можно проверять. Но подожди, перед этим чисто визуально, вот не трогай руками. Как ты думаешь, какая кастрюля лучше, какая хуже? Вообще, Тарас, сегодня те, которые ближе ко мне кастрюли, оказываются лучше. Ты так все устраиваешь. Но я бы сказала, что вот эта кастрюля лучше, потому что она не такая блестящая. А чугун, вот он таким и должен быть, мне кажется. Важный момент. Чем темнее кастрюля, тем чугунная кастрюля качественнее. Тем лучше металл использовался для ее производства. Вот две крышечки у нас. Твоя потемнее, насыщеннее цвет. У меня более блеклая, тусклая. Но есть и другие параметры, о которых стоит поговорить. Давай отклеиваем. Хорошая чугунная кастрюля не может быть легкой. Запомните это. Стандартная трехлитровая кастрюля по весу должна быть где-то 4,5 килограмма. Тогда это нормальная, качественная чугунная кастрюля. У меня есть весы, с помощью которых мы сейчас и определим вес и одной, и второй кастрюли. Нолик. Наверное, начнем с моей. Подозрительный. Мы уже усомнились немного. Ставим ее на весы. 3 килограмма 715 граммов. Да? Запомнили. А теперь берем еще одну чугунную кастрюлю и проверяем, какой же вес у нее. Литраж кастрюль одинаковый. Да. Мы видим, что кастрюля весит 4 килограмма 673 грамма. Как ты понимаешь, Надя, эта кастрюля тяжелее. И это еще раз подтверждает тот факт, что данная кастрюля является более качественной. Если вам сложно определить вес кастрюли, оцените ее поверхность. Ты вот как думаешь, она должна быть гладкой или шершавой? Ты говорил, что чугун самый пористый из материалов. А, я догадалась. Действительно, признак некачественной чугунной кастрюли – это гладкость, Надя. Благодаря пористой поверхности еда не пригорает, она томится в кастрюле. Вот посмотри, здесь поры у нас хорошие, то есть чугун качественный. Очень хорошо видно пористую структуру на внешней поверхности. Посмотрите. Эта кастрюля более гладкая. И расставляем оценки. Вот это вот по критериям, таким как вес и гладкость поверхности у нас проигрывает. Мы ставим вот такой вот красный крестик, знак, и на данную кастрюлю такую галочку обозначения, как рекомендация того, что именно этот вариант чугунной кастрюли нам подходит. А я уже жду не дождусь, когда мы перейдем к кастрюлям с антипригарным покрытием, очень распространенным, нынче и популярным. Кастрюли с антипригарным покрытием. Мы, в частности, говорим о тефлоновом покрытии. Оно очень распространено, мы знаем, что оно является прочным. Для приготовления в этих кастрюлях требуется совсем немного жира, и они пользуются невероятной популярностью во всем мире. Но! Тефлоновое покрытие наносят либо на алюминиевые кастрюли, или на нержавейки. Интересно, что нержавеющая кастрюля с тефлоновым антипригарным покрытием гораздо дороже. Хотя нет смысла переплачивать. Если тефлон повреждается, независимо от того, на кастрюле из нержавеющей стали или на кастрюле алюминиевой, он все равно становится вредным и токсичным. Кастрюли с тефлоновым покрытием можно пользоваться до тех пор, пока не повредится поверхность. То есть это даже не от материала кастрюли зависит, а от материала покрытия антипригарного? Вот, то, насколько качественно нанесен тефлон. Чем больше слоев нанесено, тем безопаснее для нашего здоровья. Я предлагаю прямо сейчас показать признак качества кастрюли с тефлоновым покрытием. В данном случае признаком качества является многослойность. На упаковках указывается количество слоев покрытия. Чем больше слоев, тем устойчивее покрытие к механическим повреждениям и перепадам температуры. Мы визуально можем оценить пупырышки на поверхности. Это явный признак того, что покрытие некачественно. Мы должны быть идеально гладким и равномерным по всей поверхности. Со временем эти пупырышки можно просто случайно содрать, и мы получим испорченную кастрюлю. Она облезет буквально через неделю, если не раньше. Я предлагаю сейчас открыть признаки некачественной кастрюли с антипригарным покрытием. Внимание! Если есть повреждения, если есть какие-то неровности, такую кастрюлю мы не приобретаем. Стараемся, чтобы тефлон на поверхности был максимально гладкий, ровный и идеально нанесенный. Вот как в данном случае. Надя, мы сразу можем расставить уже галочки. Здесь у нас явно не галочка, а крестик. Да? А здесь зеленую галочку, потому что здесь с равномерностью нанесения тефлона все хорошо. Но есть еще один способ, который поможет сделать вам выбор. Дополнительным подтверждением качества покрытия будет сертификат качества. На наличие такого сертификата у конкретного производителя может указывать рисунок, нанесенный на упаковку. А ведь мы еще до сих пор не вспомнили замечательный магнитик, с которым ты ходишь в магазин выбирать кастрюлю. Наденька, он нам понадобится, но позже. Я предлагаю продолжать. И на очереди у нас кастрюли стеклянные. Мы сейчас открываем признаки качества кастрюль из огнеупорного стекла. Надя, в качественных кастрюлях из огнеупорного стекла не должно быть шариков воздуха. Чтобы увидеть дефекты на стекле, нужно вынести его на свет и внимательно рассмотреть. Вот здесь у нас пузырек воздуха. Они встречаются периодически по поверхности везде. Это говорит о том, что некачественно произведена кастрюля. И она может лопнуть при использовании. А представляешь, чем-нибудь горячим такая кастрюля вся из стекла разлетается. Ужас! Она может вас травмировать, а еду придется выбросить. А вот здесь подобных пузырьков у нас нет. Я тщательно ее рассматривал со всех сторон. Поэтому стекло здесь качественное. Кстати, обрати внимание на то, что цвет стекла, он такой слегка голубовато-бирюзоватый. Да. Мы когда как-то разбирали вопрос качественного стекла и качественной посуды, говорили о том, что с таким оттенком стекло является более прочным и более долговечным. А теперь отклеиваем признак некачественный для такой посуды. Надя, признаком того, что стеклянная кастрюля некачественная, есть неоднородность и мутность стекла. Я хотел показать на самой кастрюльке, что она мутноватая, вроде бы матовая немножко, а как будто не мытая. Здесь имеются также царапины, они не допускаются. То есть если стекло мутное, не до конца прозрачное, это свидетельство о том, что стекло некачественное, и вам такая кастрюля из огнеупорного стекла не подходит. Обращаю внимание, если вы готовите вот на таких кастрюлях на открытом огне, нужно обязательно приобрести рассекатель пламени. Такой рассекатель обойдется вам буквально в 12 гривен. И он убезопасит нас от того, что будет прямое попадание огня, и стекло просто треснет. На газовую комфорку напрямую ставить такие кастрюли категорически запрещено. Вообще может возникнуть вопрос, а зачем нужна стеклянная кастрюля? Да потому что стекло это самый нейтральный материал. Можно готовить практически любые блюда в таких кастрюлях, не опасаясь за свое здоровье. Да. Клеим крестик. А та кастрюля, которая ближе к тебе, она у нас без мутного стекла, поэтому заслуживает зеленую галочку. Есть! Переходим к кастрюлям керамическим. Вуаля! Надя, для них используют аналогичный рассекатель пламени, потому что на прямой огонь ставить их нельзя. Открываем признаки качества кастрюль с огнеупорной керамикой. Итак, первый признак качества – это толщина дна. Надя, дно должно быть не менее чем 4 миллиметра, максимум 7 миллиметров. Все зависит от размера кастрюли. В такой кастрюле еда не будет пригорать и будет готовиться равномерно. В данном случае нам также понадобится линейка. Уже проверенным способом мы сейчас проверим с тобой толщину дна. Ставим посередине. Здесь у нас высота 10 сантиметров 7 миллиметров. Ставим снаружи и видим, что 11 миллиметров. Да, Наденька? Соответственно, разница 3 миллиметров. Ну, тонюсенькая. Но как бы как для кастрюли из огнеупорной керамики – маловато. Предлагаю продолжить наш эксперимент. Здесь мы также размещаем линейку 12 сантиметров и 7 миллиметров, а снаружи 13 сантиметров и 4 миллиметра. То есть 7 миллиметров толщина дна. Эта керамическая кастрюля имеет более толстое дно, соответственно, является более качественной. И давай поговорим о негативных показателях таких кастрюль. Хрупкие? Да. Могут разжбиться? Ты права. Тут, на самом деле, опять же, лучше, когда тяжелее. Тарас, давай взвесим и эти две кастрюли, чтобы оценить разницу в весе. Итак, эта кастрюля весит 2 килограмма 383 грамма. А эта... 1 килограмм и 715 граммов. Из этого мы можем сделать вывод, что та кастрюля, которая весит больше, более качественная. Давайте зафиксируем признаки некачественной огнеупорной керамики. Вот. Если 3-х литровая кастрюля массой менее 2 килограммов, а это свидетельствует о том, что она некачественная. Если масса более, это значит, что достаточное количество и материала, и нормально прослужит, и стенки нормальные, и дно хорошее. Позвольте сейчас расставить наклейки. Да, этой кастрюле вот такой вот крестик. А на этой кастрюле мы размещаем вот такую вот чудесную зеленую галочку. Кастрюли из нержавейки. Их хвалят буквально все шеф-повара, потому что утверждают, что это идеальная кастрюля для приготовления пищи. Но так ли это с твоей экспертной точки зрения? Надя, давай говорить обо всем по порядку. Подходи ближе. Итак, в первую очередь, уже по традиции нашего эксперимента сегодня, отклеиваем первый признак качественной кастрюли из нержавеющей стали. Очень важно обращать внимание на маркировку. Самые лучшие считается маркировка 18-10, которая обозначает сплав стали 18% хрома и 10% никеля. Это медицинская сталь, Надя. Также считаются хорошими кастрюли с маркировкой 0,8-13, 12-13, 12-18. Есть верный способ распознать ложь. И для этого нам понадобится магнит. Можно, пожалуйста? Наконец-то! Мы узнаем, для чего он нужен в магазине, когда мы кастрюлю выбираем. Возьмите при выборе кастрюли с собой магнит. В кастрюле с маркировкой 18-10 магнит приставать не должен. Но метод работает только тогда, прикладываясь магнит к стенкам кастрюли. Ни в коем случае не к дну. Если магнит пристает ко дну кастрюли, это не означает, что она некачественная. Это говорит о том, что ее можно использовать и для индукционных плит. Но еще один нюанс. Если на обороте кастрюли вы увидели обозначение 0,8-13 или 12-13, магнит должен прилипнуть. Но это не говорит о плохом качестве стали. Просто такие изделия имеют сероватый блеск. Они изготовлены не из медицинской, а из коррозийно-стойкой стали. Кастрюля с маркировкой 12-18 магнититься не должна. Это связано со структурой сплава. Вот и все. Я сейчас покажу, как это работает. Магнит у нас в данном случае крепится. Соответственно, эта кастрюля не изготовлена из медицинской стали в реальности, поэтому магнит к ней липнет и пристает. А теперь давай проведем аналогичный эксперимент. Вот смотри, Надя. Оп. Не пристает. Не держится. Маркировка может указываться непосредственно на дне кастрюли. Обратите внимание, 18-10 у нас указано. Так. Обратим внимание, что на этой кастрюле маркировка аналогичная. 18-10. Иногда, вот как бы это не страшно и неприятно звучало, нам просто врут. Поэтому вывод делаем один. Здесь у нас написано одно, а по факту совсем другое. Поэтому я предлагаю здесь крест разместить, а на этой кастрюле приклеить такую вот милую зеленую птичку. Открываем признак некачественной кастрюли из нержавейки. Если тонкое дно и тонкие стенки, так же, как и во многих других видах кастрюль, это не является показателем того, что это хорошо и нам подходит. То есть кастрюля из нержавейки не может быть слишком легкой? Да. Толщина стенок некачественной кастрюли меньше 0,5 миллиметров, Надя. Да ты что? А дна меньше 3 миллиметров. Такие кастрюли также выдаются, как качественная кастрюля из нержавеющей стали. Поэтому, покупая нержавейку, отдавайте предпочтение кастрюлям с двойным или тройным дном. Эта информация указывается в инструкции, которая идет к качественным и хорошим кастрюлям. Тарас, а зачем тебе ложка? Ты же еще ведь не сварил еду. Очень хочется поесть уже, в конце концов, Надя. Но, тем не менее, еще качество кастрюли проверяется достаточно простым методом. Прикасаться будем сейчас к прекрасному, к музыке. Ты же музыку любишь? Да. Я тоже обожаю. А при чем здесь кастрюля? Звук кастрюли также имеет существенное значение. В магазине вы такое не проделаете, но дома поиграть на своих кастрюлях можете уверенно. Если кастрюля недостаточно качественная, звук будет глухим. Наденька, привязывай веревочку к другой кастрюле. Это для чистоты эксперимента? Это для чистоты эксперимента. Если мы будем проверять в руках, то у нас ничего не получится, потому что руки поглощают вибрацию. У качественной нержавеющей стали звук должен быть более звонким, Надя. Сначала стучим по моей кастрюле. Теперь ты. Сразу ясно. У тебя, Надя, все хорошо, понимаешь? Ты мне подсунул классную кастрюлю. Как всегда. Ее можно даже вместо гонга использовать. Ужин! Здорово. Надя, твоя кастрюля качественная, и она проходит во второй тур. Все кастрюли, которые сегодня были отмечены зелеными галочками, они проходят у нас во второй тур, который состоится уже совсем скоро. Осталось только понять, нужно ли покупать все эти кастрюли, или достаточно будет одной. Но об этом мы узнаем во втором туре, в котором эти качественные кастрюли будут уже соревноваться между собой. Во втором туре уже Костя Грубич проведет самый захватывающий и даже опасный тест-драйв кастрюль, чтобы выяснить, какая же из них справится со всеми кухонными испытаниями. Результаты вы увидите совсем скоро. Тарас, спасибо тебе огромное. Ты, как говорится, кастрюли просто по полочкам разложил. Теперь улучшить свою жизнь с помощью наших советов еще проще. Нажимай подписаться и узнавай из первых уст мои рекомендации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова